Я рад приветствовать вас сидящих в тепле на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Wild 8. Ну что дорогие друзья, давайте с вами начнем новую игру. Я решил вообще начать новую игру полностью с самого на нуля, потому что в округе уже по близости с самолетом ресурсов почти не осталось. Мы их все вытащили. Я имею ввиду пищевые ресурсы. И это меня конкретно удручает, потому что вначале надо будет развиваться, потом только идти туда к самолету, чтобы волки может быть вас там не сожрали. И так далее и тому подобное. Я решил взять наверное вот этого Робина, я думаю. Возьму молодой спортсмен-биатлонист, что делает его не только самым ловким и быстрым среди выживающих, но и самым сильным в дальнем бою. У него хорошая скорость, у него скорость атаки есть и плюс ко всему он хорошо стреляет и так далее и тому подобное. Наверняка мы в будущем будем ходить с луком, что будет очень полезно. До этого мы играли вот этой дамой, Вивен. Она в принципе тоже хороша за счет того, что она ресурсы собирает очень удачно. Но я думаю мы и так справимся. Думаю справимся. Давайте, я первый раз когда пробовал играть, играл именно за Робина. Попробуем и сейчас. Давайте, давайте, давайте. Так, Робин встает. Робин сказал, встает. Так, собираем припасики. Давай, давай, консервные банки. Да бросьте, тут еще консервная баночка, ну-ка. Консервная банка. Так, тут ничего, тут ничего. Давайте осмотримся. Так, есть дерево. Давайте дерево. Так, кабаны слышу, кабанов слышу. А, это олень. Нам надо взять по-быстренькому... Так. Пропустить обучение. Вы можете... Поворачивать мини-карту. А как пропустить обучение? Что надо сделать? В принципе, мы это все уже обучились всему, всему, чему могли. Нас уже ничему не научат. Давайте по-быстрому заберем палатку свою. Соберем гриб, соберем ягоду. Еще ягоду. Здесь есть еще ягода? Ягоды больше не вижу. Есть камень. Тихо. Надо все делать довольно-таки быстро. Что, в принципе, немножко удручает. Давайте палатку поставим где-нибудь здесь. Как и ставили, в принципе, мне вполне устроит. Я так понял, что костер отпугивает волков. А вот факела нет. Так что надо будет этим тоже пользоваться каким-нибудь образом. Например, бежим от волка, например. Да, надо сваливать. Бежим, бежим, бежим. В общем-таки, раз, добежали быстренько до костра. Накидали туда бревен. И вроде как спокойно. Но вполне возможно, что так можно будет делать. Плюс ко всему еще надо будет нам наделать камни кидающихся. И будем бросаться камнями. Ну, это единственный, мне кажется, способ, как можно избавиться от волка. Может быть, и не убить его. Но, как бы, я думаю, что можно и убивать волка при помощи вот этих вот камней. Тогда мой хп нормально мы посносили. И я думаю, что это было бы очень даже к месту. Так, обучение. Задание выполнено. Рейс. Нам с вами надо, короче, найти. Самолет. У нас нос самолета остался. Лежать где-то на востоке. Мы уже его видели. Вообще, игрушка лично мне безумно нравится. Она офигенно круто выглядит. И единственное, что, конечно, она такая хардкорненькая. Я бы так ее назвал. И то, не знаю, это из-за того, что она так задумывалась. Или это просто еще недоработка разработчиков. Потому что, ну уж, шибко много надо еды. Уж шибко много надо всего. То есть, нельзя мерзнуть, нельзя. Ну ладно, мерзнуть, я еще понимаю. Но еда. Еда для меня это безумно странно. Почему так сложно с едой? Почему мы так быстро голодаем? Это ненормально вообще. Еще съедим ягоды. Так, давайте-ка экипируем. Гриб я оставлю здесь. Камень я оставлю здесь. Все вроде раскидал, да? Так, давайте посмотрим. Что у нас в палатке? Сон. Сколько надо? 20 дерева. Очков нет? Очков нет. Давайте по-быстренькому 20 дерева добудем и спать ляжем. Потому что во время сна мы не расходуем ничего. Что огромный плюс. Мы не расходуем ресурс. Ни еду мы не расходуем, ничего. Бежим спать. Это вам не как в Дон Старве, когда проснулся и ты так жрать хочешь. Думаешь, лучше бы вообще спать не ложился. Тут вроде как попа в этом плане попроще. За что им, конечно же, тоже огромное спасибо. Что они так хотя бы сделали, что можно таким образом перебиваться ночью. Потому что ресурсы тратить ночью, ну, смысла я не вижу лучше. Отдать дерево, да, и поспать. Чем потратить все. Съесть все за ночь. Так, давайте подумаем. Что нам еще нужно? Ну, мы сейчас, главное, посмотрим. Ну, надо, во-первых, сразу же сделать броню себе деревянную. Тапки деревянные надо сделать. Прибывем, все, что вам можно сейчас сделать, надо все делать сразу. Ну, мы вообще постараемся сейчас вот возле вот в этой области повыживать немножко. Пособирать ресурсов. Пособирать всего. Прокачать палатку. Прокачать мастерскую. Прокачать себя хотя бы немного. И наделать кучу камней. Камни будем брать в руки. Смотрите, олень не боится огня. Камни будем брать в руки. Перед тем, как идти. Может быть, кстати, еда тратится. Так, 35. Надо будет запомнить. И вперед будем гнать, как бы. Если подойдет к кому-нибудь волк, будем стараться закидывать его камнями. Ну, если убьем, убьем. Вы слышите это, да? Капец, это звук какой-то он инопланетный. По мне так, знаете, как будто луч какой-то или телепортация или выброс какой-то был. Непонятно что. Вообще здесь что-то происходит. Это точно. Вот в этой области что-то происходит. Но мы не просто так упали. И мы будем искать, искать, будем искать места, где что могло произойти вообще. Почему? Потому что карта у нас большая. Мы почти, кстати, уже... Так, я что-то не понимаю. Мне плохо, что ли? Я слишком много сплю? О, не, не, не. Все нормально. Мы проснулись. Что-то ночь какая-то очень длинная была. Может быть, что-то пофиксили, ребятки. Решили сделать немножечко... Так, смотрите, у меня есть, да? Спринт мы можем выучить. Учим спринт. Сразу же и едим. Давайте смотреть, что нам надо на броню. Нам на броню надо... Так, а, да. Нам второго уровня надо прокачать. Улучшить. 35 и 50 дерева. 35 камня. Пойдемте добывать, ребят. Пойдемте добывать. Одно очко обучения, добыча. Побежали, посмотрим, что мы можем там прокачать. Так, одно очко добыча. Это что такое? Увеличенный рюкзак. Отлично. Спасибо. Рязычок у нас теперь побольше. Мне нравится. Вот в этом плане мне игрушка вообще нравится. Вот, знаете, вот эти всякие способности, возможности. Можно прокачиваться. Это делает ее такой уникальной. Что вот приманивает, манит. Охота мне возвращаться и поиграть еще. 65 дерева я уже добыл. Давайте я заберу. Вот, пожалуй, здесь гриб лежит. И посмотрим, здесь ягоды есть. Оказалось, что есть ягоды. Ягоды нет. Сейчас мы быстренько пожарим гриб. Банки вообще трогать не хочу. Так, давайте грибочек. Грибочек жарим. И надо сейчас камни добывать. Давайте вначале сделаем себе кирку. Так, и ее, естественно, поставим в руки. Грибочек. По-любому нам надо мастерскую качать, чтобы мы могли хоть какую-то там себе броню, какую-никакую сделать. Она нас будет защищать от холода, что очень важно. И плюс ко всему мы будем, видимо, двигаться получше. Потому что ботинки, по крайней мере, позволяют нам лучше двигаться. Камня надо много. Все равно потому что мы будем делать еще камни. Вот такие вот метательный камень. Так, все, улучшаем. Смотрим, сколько нам надо. 40 дерева, да? 40 дерева надо. А здесь 20. Все в дерево. Но, в принципе, неудивительно. Деревянная же броня. Деревянные же ботинки. Так, давайте еще вот гриб. Я вижу, есть. Я вижу ягоды. Две штуки. Жалко, что нет собирательной кнопки, вы знаете. Как в том же Дон Старве. Мы такой раз поражали, у вас все собралось. Так, съедим. И давайте добывать. Надеюсь, эта серия пройдет очень продуктивно. Мне хочется реально прокачаться, чтобы мы в дальнейшем... У нас было хотя бы хоть что-то, чтобы мы могли противопоставить вообще с нынешним условиям. Потому что выживать сейчас, ну... На грани смерти мы выживаем. Сколько раз мы умирали в прошлый раз? Бесчисленное количество. Волки нас загнали. Хочу больше дерева. Ладно, хватит. Дерева хватит. Вот так вот. Так вот у меня удобнее. Так, мы пока будем гореться. И сделаем себе броню. И сделаем себе ботинки. Так, что мы еще можем сделать? Тут уже все кожаное, естественное, ухоженное. Ничего этому сделать не можем. По поводу ловушки вообще непонятно. Давайте создадим. Ладно, одну сделаем. Почему бы и нет? Хилки, хилки нет. Кроличья лапка у нас ее вообще нет. Так, и, естественно, с едой, конечно, трабла. Так, давайте, ладно, оденемся. Так, у нас пошли проблемы с едой. Гриб пожарим. Так, грибочек. Грибочек отлично. Так, давайте камни, камни, камни добывать. Так, у нас сейчас что в руках? Топор? Топор, да. Хорошо, грибочки восстанавливают. Мне нравится. Хотя по натуре гриб это так-то не особо сильно питательные грибы. Хотя там белок, да? Может быть, это питательные. 80 максимальный стак. Одну очко умения. Так, на что это у нас одно очко? Требуется улучшение. 20 дерева надо. Собрали дерево. Улучшаем палатку. Так, что он нам дает? Дает нам мастерство топора. Так, увеличивает количество добываемого дерева. Отлично. На раз. А тут вообще, типа, на 8, да, я могу качнуть. Типа, рюкзак вообще может увеличиваться до, можно сказать, бесконечных границ. Но нам пока столько не надо. Давайте я побыстренько ему поем. Все-таки тогда печенюху эту съем, которая у нас здесь лежит. И нам надо поспать. Не шиши, не видно же. Добываем дерево. Это 20 штук вам надо. Ну, ломай руками. Ничего не видно. Все отлично. 20 вроде единиц надо было на сон. Спим. Спим, отогреваемся. А на следующее утро мы, получается, что там нам еще можно было сделать? Там что-то еще, как бы, на прокачанный уровень. Там нам еще какие-то способности у нас по атлетике, где мы... У нас там все нормально, можно будет потом посмотреть. Что-то я как-то не потепло и не восстанавливаюсь. Странно. Так, что это такое у нас? Метель. У-у-у, жесть. Хорошо, что мы спим, наверное, да? 42 у нас еды и 38 тепла. И еще что можем сделать? Тут ничего не посмотреть. Тут тоже ничего не посмотреть. Инвентарь. Ловушку надо поставить на кролика. В надежде, что мы его все-таки поймаем. Надо просто найти. Я не знаю, там, может быть, надо ягоду подложить. Ну, типа, может быть, какой-то есть тоже способ приманить. Восемь утра уже. Ну, пока метель, я пока полежу, наверное. Я не буду вставать, потому что, ну, метель, это вообще жесть. Мы просто будем сейчас тупо замерзать быстро и... Никакой пользы мы для себя не выловим. Олень, ты что тут гуляешь все время? Возле меня трется. Смотрите-ка, животное не боится меня, да? Обычно боятся животные, люди там. Давай, метель, заканчивайся. Но... Камушек, дерево. Дерево, как всегда, не хватает. Надо еще немножечко выбить. Два дерева нам надо, чтобы сделать себе топор. Блин, 10 уже утра, а я все еще... В метели нахожусь. О, метель закончилась. Проснуться, все. У нас здесь есть скорость. Увеличивает скорость передвижения. Отличная, кстати, способность тоже. Давайте поищем. Я предлагаю поискать место, где мы сможем... На кролика поохот... Гриб, гриб, гриб. На кролика сможем поохотиться. Так, это... Кабан... Нет, это олень. Яга даже и вижу. Подорожник. Воу-воу-воу. Я замерз. Тут что-то я зайцев-то не вижу. Где зайцы-то? Побегайцы. Побегайцы. Нужен заяц. Побегайц. Давайте найдем зайца. Заяц! Ты тут? Вот еще гриб. Вон еще гриб. Отлично. В принципе, еды достаточно. Вот как бы... Ну, можно, по крайней мере, ее себе раздобыть. Там, по-моему, был подорожник. Я не скажу, что она прям... В изобилии. О-о-о, кролик, 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 кролик. В надежде, что мы его хоть что-то поймаем. Уйдем пока отсюда. Пускай он тут бегает. Я думаю, если он попадется... Мы его сразу же словим. И бежим, бежим к себе. Где наш костер? Да ну! Пипец, грейся. Давай, друг, давай, давай. Ты должен отогреться. Давай, давай, давай. Чуть-чуть хотя бы. Давай, молодец. Бежим, бежим к дереву. Бежим, бежим, бежим. Теперь костру быстро. Так, теперь давай грибы жарить. Давай, гриб, давай. О-о-о. Грибочки. Грибочечки. Так, 8 часов. Сейчас скоро ночь закончится. Ой, ночь начнется, точнее всего, закончится. Вывести еще грибочков. Мы быстро отогрелись, кстати. Хорошо прям. Сейчас надо быстренько нам дерево замутить. Нам надо с вами топор. и на ночь наделать вот так вот. Ф. Надо наделать нам дров, чтобы мы спать могли лечь. О-па, съели. Давай, давай, дружище, восстанавливайся. Сейчас остановится насыщение. Еще раз съедим. И спать. Все. Отлично. Фу. Какой там у нас по счету день-то идет уже? Фиг его знает, да? Новостей никаких от наших. Интересно, сколько народу выжило-то после катастрофы? Или я единственный? Так, это я возьму. Это надо будет сейчас тоже хивочек себе замутить. Хотя бы парочку. Но так чисто. Пускай будут. Ну и все. Пожалуй. Жалко, что посмотреть не могу сейчас своего персонажа. Интересно было просто глянуть там, как у меня вообще. Что у нас там по предметам? Насколько они изношены? Ну, в принципе, тут всегда высвечиваются, когда совсем уж убитые. Какая-то все-таки тут, значит, нечисть все-таки присутствует. Присутствует здесь какая-то нечисть, которая сбивает самолеты, устраивает диверсии, а потом люди вот так вот думают, что делать. Я просто представляю эту страшную ситуацию, когда вы, например, особенно, знаете, с какого-нибудь юга, с юга на юг летите вообще куда-нибудь, и у вас вообще даже вещей нет с собой теплых. И вот вы бах в такую ситуацию попадаете, что вам делать? Это вообще, я не знаю, вот... Реально жуткая ситуация. Начинаешь просто придумывать, чем ты можешь там себе костер раздобыть, постоянно его поддерживать. Это необходимо, просто постоянно поддерживать огонь. иначе капец. Так, пять часов, в принципе, мы уже хорошо. Выспались, нам немножко осталось, и уже почти утро. Уже почти утро. пока не контактировали. Так, что у нас? Хилки. Отлично. Все есть. Так, давайте деревья добывать. Мы тут вообще в округе сейчас весь лес вырубим. Ха-ха-ха. У нас с вами в округе будет пустошь. Человек пришел. Цивилизация пришла. Бойтесь. Так, пойдемте греться. Пойдем погреемся, гриб пожарим, покушаем. И из камня, наверное, будем делать сейчас каменные вот эти штуки. По две он делает, с одного камня. Всего максимально 16 штук, по-моему, в одном стаке. Сделаем два, и нормально будет. Так, все отлично. Так, все отлично, все отлично. Тут все, мы греемся. Жарим гриб. Когда пойдем на разведку, будем потом грибы, ой, грибы, говорю, эти камни вставим, слоты, будем воевать. Поели. Так, ничего, вода, очков больше нет, деревья. Хорошо. Пойдемте проверим кролика, что ли, я не знаю, а может быть, он все-таки попался. Понадеемся, может, еды найдем какой. Так, не так вот, вот так вот надо разворачиваться. Где-то в этой области же, да, мы оставили ловушку. Гриб. Интересно, кстати, я могу посмотреть, да, на карте, где моя ловушка вообще была оставлена. Походу, нет. Таблички, наверное, вот табличку делаешь, сможешь проследить. А без таблички бесполезно. Так, кролик вижу, ловушки не вижу. Я только чувствую, что кроля проще так забить топором. Волк. Нет, кабан там, кабан-кабан. Не в этой области. Где там у меня-то все-таки, я что-то не пойму. Это следы? Следы. Смотрите, можно таким образом следить, да, куда зверь ходит. Не, он что-то тут, только тут везде ходит, по-моему. Не, ну я вообще не вижу, а где моя ловушка-то моя? Куда я ее поставил? Надо было на карте посмотреть. Ладно, сейчас еще одну сделаем. Надо было просто, когда я ходил, надо было смотреть на карте, где мы ее оставили. Я что-то не посмотрел, и теперь сам не знаю. А, ну мы сейчас сделаем еще одну. Так. А, у нас тут все забито. тихо. Хром-хром, грибочек. Так, давай еще пожарим. Так, этот на потом оставим. Опять, что ли, ночь? Так, ладно. Не успели мы ни шиша. Я очень хочу сходить. Вот туда, да, мы ходили. Нет? Надо было факел девать. Ладно, не вижу ничего. Мне казалось, что там вот как раз кролик был. Как работает? Главное разобраться, как работает ловушка, потому что тут непонятно, как она работает. Может, она нужна на приманку. Фу, олень, меня испугал, что-то пипец. Вышел такой неожиданно. Я аж перетрухал малость. Спим. Ладно, утром встанем. Сходим. Найдем. Места нет просто. Сейчас в рюкзаке. Надо увеличивать вместимость рюкзака. Надо очки копить. Тогда мы сможем нормально там накидать хоть предметов каких-то, то что-то совсем туго. Ловушечку сюда положим. Еды достаточно, в принципе, пока мы пока выживаем. Ну, правда, совсем что-то нам не очень легко. Потому что сейчас закончатся грибы. Надо будет искать уже более крупный радиус брать поиска. И мне такое чувство, что кто-то возле нас постоянно шарахается. И этот кто-то долго ждать не будет, что мы здесь будем исследовать. И может напасть любой момент. Ладно, ждем. Пять часов, часов шесть, наверное, встанем, чтобы погреться. Костер разожжем. Поедим. И будем готовиться к утру. Давайте проснемся. Что у нас там? Одно очко есть. Давайте вложим. Так, и разожжем. Палка. Я не буду, наверное, делать палку. Ну, давайте, ладно. Давайте сделаем. Пускай будет на всякий случай. Вдруг потом пригодится. Так, побежали. Побежали, побежали. Побежали искать зайцев. Как я там был повернут? Вот так вот, да? Вот так вот я искал как-то вот где-то вот в этой области был кролик этот. Ты на меня не наезжай. Я-то долго думать не буду. По рогам-то надаю. Так, ягода, ягода. Хром, хром, хром. Сразу же ее. Эс. На ходу едим. Смотрим. Так, кролик. Возле воды. А, да. Ха-ха. Она уже через F-очку. Не-не-не, наверное, зря здесь поставил. Сюда, наверное, не пойдет. Смотрите, сколько кролей. Я вот ее жалко, что разобрать не могу. Но хотя он может сюда пойти. Так, давайте посмотрим, где это. Это прям четко, прям перед нами, перед водой, да? Все, ждем. Пробежимся немножко в округе, поищем еду. Вот мы один гриб нашли, вон еще я вижу один. Ягода. Так, ну у нас что? Есть что выкинуть? Палка, рюкзак. Ну вот можно, ладно, траву выкинуть. Она нам сейчас не нужна. Так, как там? Правая кнопка вроде. А вот ягода нужна всегда. Где-то я тут видел ягоду. Умерещалась, что ли? Мне нравится, что он на ходу может лопать. А, вот моя ловушка, еще одна. А кролик так в нее и не пришел, прикиньте. Как работает эта ловушка, непонятно. Я думал, что знаете, как бы, типа, ну, может быть. Ну, хотя бы тогда приманка бы какая-то была возможность положить приманку. Может, он как-то и можно? Отогреваемся. Так, давайте почитаем, наверное, про нее тогда. Что тут? Непонятно вообще, какая-то ловушка. Так, автоматически применяется и ловит кроликов, крыс в определенном радиусе. Что-то хреново применяется. Я могу так сказать. Может, загонять их надо, но я чего вам. Как гонщая буду загонять, что ли, кроля. две ловушки поставили. Хоть бахны. Все, будет опять ночь. Главное, сейчас гриб заберем, деревьев нарубим и спать. Мы вообще так-то молодцы. Ну, то есть, понятное дело, что мы выживаем, просто никуда не идем, да? Я просто в этот раз решил окончательно подготовиться так, капитально. Потом пойдем, как бы. А то получится, как мы в прошлый раз пришли на место и ничего сделать не можем. Охочется хоть немножко, покрепче себя чувствовать. Увереннее, можно так сказать. Так, еда вроде как бы есть. Я хочу разобраться просто принцип выживания. Как здесь выживать? Как ловить животных? Как добывать что-то? Например, как прокачиваться? Чтобы можно было в будущем нам каким-то образом как-то взаимодействовать с этой природой дикой. А то она совсем выводит. Ну и под конец, конечно, ну, ну, не под конец. Вообще, мы пойдем сейчас, наверное, вот буквально один-два дня и мы пойдем выдвинемся уже в сторону цели нашей. Сейчас сходим к королям, посмотрим короли, как там. Ну, вот поутру. Если кроликов так и не поймаем, попробую их загнать на ловушку. Ну, может быть, повезет и у нас получится таким образом хотя бы тогда с ними взаимодействовать. Если же нет, то попремся просто сразу тогда на... Наберем ресурсов максималочку и пойдем уже к этому месту, где... Куда нам и надо, к самолету. Где волки. А там уж будет видно. Так, 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 так... Час ночи. Мы уже почти практически все время уже выспали. С одной стороны, это плохо. Как же в лесу ночью жутко. Очень много шорохов, да, животные ведь по ночам некоторые активируются и начинают передвигаться. И насколько страшно, потому что звуки непривычные для человека городского, да, и ты лежишь такой в палатке и постоянно тебе как бы, ну... Потому что звери разные бывают, вы знаете, и хищники приходят на запах пищи. Так что надо быть аккуратнее. Лесу, конечно, лес надо уважать. Когда в лесу находишься, лес надо уважать. И вести себя в нем очень правильно. Я думаю, все из вас уже все про это знают. Ну, или многое знают про это, по крайней мере. Что еду нельзя хранить возле места, где спите. Надо уносить еду и подвешивать на дерево. Короче, дофига всяких способов по выживанию есть и много уже книг про это было написано и многие из вас знают. Наверняка многие из вас ходят с родителями или сами водят своих детей или просто ходят с друзьями в походы и еще куда-нибудь. Вообще, вещи очень клевые. Рыбалка, походы, лето. Просто шик, блеск. Ну, мы играем в зимнюю игру. У нас как-то совсем другое зимнее настроение. В такую погоду я бы не хотел бы куда-то там путешествовать. Хотя, вы знаете, некоторые находят и в этом кайф. Я многие знаю людей. У меня, например, мой родной брат, например, двоюродный. Мой двоюродный брат очень любит зимнюю рыбалку. Он прям зиму ждет с нетерпением. Прям зима для него это райское время. Хотя он и летнюю любит, конечно же, но и зимнюю обожает тоже. Довольно такой, довольно-таки непростой способ рыбалки. Как по мне, так зимняя. Потому что, вроде кажется, что прохладно. Ох, смотрите, нам что-то дали. Так, сразу прокачаемся. Что нам дали? Где, где, где? Ага, на скорость. Ну, давайте на скорость бахнем. Отлично. Будем побыстрее двигаться. Это через, это спринт у меня такой? Да, смотрите, как я, офигеть, я рванул. Вот это я рванул. Так, давайте посмотрим. Да, в этой вот области должен быть кролик. Где-то здесь. Вот ловушка. Паскуда твари. Ну-ка, давай. Не туда бежишь. Не туда. Да не туда, я тебе сказал. Наконец-то. Ё-мое. Ну, вот так вот надо действовать. Вот как надо действовать. Это же вообще бред. Че, должен за каждым королем тут бегать? Ну, ладно, мясо теперь у нас есть. Слава богу. Прикольно убивает. Сразу, смотрите, два кусочка мяса. Со временем, наверное, сможем капканы делать и на более крупную, более крупных особей. Так, нам, мы правильно идем. Нам прямо надо. Прямо, прямо, прямо. Не гунди. Лось-олень. Так, вот и озеро, да? Возле озера еще были кролики. Давай, погнал. Правильно бежишь. Молодец. Все правильно сделал. В принципе, в принципе, что могу сказать? О, ягода, ягода. Вот что я могу сказать. Ягода. Да хватай ягоду. Неудобно сделали здесь, я говорю, автосбор был бы удобнее. Ну, то есть, как бы нажал на кнопку какую-то, да, например, и он сам хватает. Это было бы гораздо удобнее, потому что, ну, клацать по ягоде, ну, прям вообще совсем не в кайф. Остальное все, в принципе, очень хорошо сделано. Мне нравится. Про другое хотел сказать. По поводу убийства вот этих вот всяких зайцев. Единственное, по-моему, как сейчас еще нам тела их разделывать. Бренные. Так, не-не-не-не-не-не. Начали ягода. Потом мясо жарить. Потому что, вроде как, шкуру тоже можно же добывать. И лапки вот эти вот. А, лапка такая. Да, на удачу. Я понял. Все-все-все-все-все. Мы можем сейчас прям лапку сделать. У нас есть одно кроличье мясо. Мы можем, по-моему, кроличье лапку делается из этого. Из одного кроличьего мяса, да? А, переполнено. Мне не хватает места. Сейчас мы съедим мясо. И сделаем лапку. Может, конечно, это я зря делаю, да? Так, давайте посмотрим. Да, у меня есть лапка. Так, еще какая-то у него прочность есть. Смотрите, инструмент. Так. При ношении повышают удачу персонажа. Удача вещь, конечно, очень нужная. Во-первых, это криты. Во-вторых, возможно, даже может быть, какие-то предметов больше найти. Вероятность. Кто знает, как это все работает. Я... Да, у меня есть на один. Да, добыча кости так. Добавляет вероятность выпадения предмета кость. Вот это хорошо. Отлично, отлично. Мы теперь... Добыча сухожилия. Ребята, теперь у нас, как бы, есть шанс кость добыть. Так, давайте сделаем еще пару ловушек. Я не знаю, получится у нас парочку сделать. Потому что тут непонятно, как они встакаются или в один стак складываются. Нет? Да, складываются. Отлично. Дерево пока нет. Сейчас мы быстренько нарубим. Потому что ночь на носу и мы сейчас опять будем спать. Так, все понятно. Теперь, по крайней мере, с ловушками разобрались. Кое-что мы выучили. Шкуры, ничего у нас такого пока нет. Чтобы, например, думать нам о... Так, мы почти ботинки, кстати, и стоптали. Так, я фул, да? Ой, что я долблю-то, если я фул? Давайте пожарим. Вообще прекрасно все. Живем, как у короля за пазухой. Честное слово. Ну вот, дорогие друзья, и закончилась очередная серия по игре The Wild Eight. Надеюсь, она для вас была интересной. Много чего мы посмотрели, кое-как научились выживать. Что-то начал я понимать, по крайней мере. Становится интересно, вы знаете, осваиваешься когда, тогда становится гораздо, гораздо проще, интереснее, и тебе уже интересен сам мир. До того, как когда ты голодаешь постоянно и не знаешь, куда деться от этого холода, как-то, знаете, ничего не хочется совсем. Ну, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам понравилось наш способ выживания на этот раз. Если это так, то не забывайте ставить лайки, конечно же, комментировать это видео, делиться им с друзьями, это тоже, безусловно. Всячески помогайте развиваться каналу, это будет очень приятно и очень важно для меня. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.